Российский оппозиционер, политик, общественный деятель Дмитрий Гудков присоединяется к нашему разговору в прямом эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Да, приветствую. Дмитрий, я не сомневаюсь, что вы вчера тоже смотрели это действие, назовем это так. Скажите, пожалуйста, вот судя по неуверенной речи, судя по опять-таки спящему первому ряду, было как-то похоже на то, что никто из тех, кого мы видели во время этой трансляции, не был, собственно, до конца уверен, что поступают правильно, что поступили правильно. Эта попытка аннексии, похоже, что Путин сам это, наверное, осознает, она только навредит самим же россиянам. Вам так не показалось? Ну, я на самом деле это сравнивал с 2014 годом, когда, собственно, Путин подписывал аннексию Крыма, когда собирал все федеральные собрания. Я помню, что многие мне говорили, Дима, ты ничего не понимаешь, вот зачем вы там против этой аннексии выступили. Ну, они говорили против присоединения. Станции, они закончатся, Россия и Крым останутся. Вот, все радовались тогда, прям, как дети. Вот, и только несколько человек говорили, что это будет катастрофа для экономики и так далее. Но сейчас, конечно, я вот так смотрел все, что, ну, не то чтобы за кадром было, то, что было не в фокусе внимания, я там видел знакомые лица. Но радости никакой я в их глазах не увидел, потому что, на самом деле, когда аннексировали Крым, это было сделано для увеличения путинского рейтинга, чтобы удержать власть и так далее. Все, что делается сейчас, этот рейтинг уничтожают. Мобилизация, война, санкции. И, на самом деле, я просто увидел стадо баранов обреченных, да, которые вынуждены были аплодировать президенту, но при этом рассчитывали жить и продолжать жить роскошной западной жизнью, своих детей обучать, там, внуков в западных странах, в западных университетах, хранить деньги, активы тоже на Западе, покупать, там, дома, яхты и прочее. Прочее вот теперь они сами же лишают себя такой возможности. И, все равно очевидно, что, ну, я увидел какую-то обреченность во многих глазах, потому что, во-первых, никому нафиг это присоединение не нужно в стране, как-то уже мем такой известный. Найдите хотя бы одного человека, который заинтересован, кроме Путина, да, в присоединение, там, Херсонской, Луганской, Донецкой области и так далее. И, на мой взгляд, ну, это просто вот такой пир во время чумы и очень странно подписывать такие соглашения, когда контрнаступает украинская армия и вообще не факт, насколько эти территории долго будут, так сказать, оккупированы российскими войсками. Дмитрий, ну, с обреченностью в глазах чиновников, соратников Путина все понятно. Давайте все-таки немного поподробнее о реакции простых россиян. Как они воспринимают попытку загробастать новые территории Украины с таким же задором, как в 2014-м? Или все-таки мобилизация кого-то уже отрезвила? Нет, вообще никому это не нужно. Ну, кроме, может быть, совсем отмороженных людей, которые там еще мечтают об экспансии, империи. На самом деле, после мобилизации, после мобилизации, прям каждый день меняется атмосфера в разных крупных городах, в лучшую сторону для Путина. Потому что она, на самом деле, выявила реальную народную поддержку этой спецоперации, так называемой. 300 тысяч в первые дни эмигрировали. И при этом Минобороны рапортует о том, что 10 тысяч пришли добровольные военкоматы. 10 тысяч на 140 миллионов человек. Я, кстати, еще не уверен, что 10 тысяч, цифры не завышены. Вот вам и реальная поддержка. Я думаю, что очень сильно будет меняться атмосфера в стране, потому что раньше все-таки контрактники воевали, или за деньги воевали, ну, неважно, да. То есть люди добровольно туда. Ну, многие люди добровольно туда ехали. Кто за унитазами, кто за спиральными машинами, кто по мародерству, кто по воевать. А сейчас людей выдергивают буквально из мирной жизни. Простых людей, предпринимателей, айтишников и так далее. Вот их выдергивают и отправляют на фронт. Если ты отказываешься 10 лет тюрьмы, если ты бежишь, значит, 10 лет тюрьмы, в случае, если ты получаешь повестку. То есть, с одной стороны, груз 200 тебе предлагает, вернуться грузом 200, а с другой стороны, как бы, ну, чахнуть в тюрьме. Достаточно длительные сроки. Вот. И в какой-то момент, я думаю, это все конвертируется в реальный массовый протест, потому что, ну, если ты поджигаешь военкомат, не думай, что ты получишь больше, чем 10 лет. Скорее всего, меньше. Если ты участвуешь в протестах, если ты называешь войну войной, да, тебе тоже, наверное, грозит до 10 лет тюрьмы, но уж, по крайней мере, ты получишь какое-то моральное удовольствие. То есть сейчас риски, как бы, вот, погибнуть или сесть, они сравнялись. Поэтому, в общем-то, радикальный протест не является чем-то сегодня из ряда вот вон выходящим. Поэтому, я думаю, что что-то мы увидим. Ну, давайте, ну, кстати, вот ремарка такая. Путин может гордиться, что изобрел средства, наверное, от расизма и от упорного национализма, да? Быстро лечится всего лишь одной повесткой. О радикализме. Многие сейчас говорят, действительно, что Путин вот этой могилизацией открыл ящик Пандоры для себя. Разделяете ли вы это мнение? И как может развиваться ситуация дальше в негативном сценарии? Да, утечку мозгов мы уже видим. Деньги и мозги выезжают из России. А вот чего ожидать этих, кто остались? Ну, на самом деле, те люди, которые выезжают, в принципе, они в большинстве своем и так люди мира. Это айтишники, которые могут работать откуда угодно. Там дизайнеры, которые также могут работать откуда угодно. Вот. Но многие не смогут уехать. И среди тех, кто не может уехать, не сможет уехать. Вполне себе очень много нормальных людей, которые выступают против войны, которые не хотят убивать украинцев, да? Вот. Люди, которые, в принципе, всегда выступали против насилия. А сегодня, по большому счету, мобилизация толкает этих людей на радикальные меры, потому что, ну, мирный протест не работает, он бессмысленный. Ну, ты вышел, сказал, я против войны и сел на 10 лет. Ну, какой в этом смысл? Ну, уж если тебя в любом случае сажают на 10 лет, да, ты думаешь, так может быть, мне хотя бы какое-то удовлетворение, так сказать, себе принести и сделать что-то полезное. Может быть, там поджечь три военкомата, да, я сяду, да, на 10 лет, но, по крайней мере, три военкомата сгорят вместе с документами, и комиссары не смогут добраться до призывников многих. То есть, я просто к тому, что я не то чтобы сторонник таких мер, вот, но власть к этому просто этой мобилизации подталкивает. И, на самом деле, это не частичная мобилизация, а полная. Под нее попадают вообще все подряд, включая даже силовиков, которые очень недовольны. На самом деле, вот еще есть прослойки силовиков, которых сейчас собираются отправить на войну. Поверьте, настроения там просто жуткие, да, и я всегда говорил, что среди там среднего состава, руководящего состава ФСБ, как раз очень много противников Путина, и я помню еще в 18-м году на участке в Москве, как раз, который находится, избирательный участок, рядом с местом проживания сотрудников ФСБ, там Путин проиграл в частую просто выборы президентские. То есть, там вот такие настроения. Теперь их еще отправляют воевать, да, и неизвестно, чем это закончится. Вот, конечно, Путин открыл ящик Пандоры. Я думаю, что этот протест не сразу появится, а вместе с массовой гибелью людей, причем тех, которых уже недобровольно туда отправляют, да, насильно, ну, по сути. Дмитрий, ну вот мы говорим о радикальном изменении настроений, пока только настроений, да, только после мобилизации, только после мобилизации одной. А что будет, какая реакция будет, когда Путин не сможет защитить вот эти недоаннексированные территории, он пытается их аннексировать, да, вот как он будет выглядеть в глазах окружения Кремлевского, в глазах простого народа и тех же силовиков, о реакции которых вы только что так подробно говорили. А защитить он не сможет. У нас через 72 часа Лиман только будет неприятным сюрпризом для Кремля и верховного главнокомандующего. Да, и, кстати, я бы хотела тоже ремарку вставить относительно перехватов, которые мы уже получаем и которые уже выложены в сеть относительно Лимана. Попрощался, позвонил. Это оккупант рассказал, как его подразделение попало в кольцо. Российские военные окружены. В СУ показали кадры из Лимана. И это вот только последние новости, которые оттуда доходят. А их же будет больше. И в России же тоже об этом уже знают и уже читают тоже эти новости, как бы пропаганда не старалась эту информацию сжать и припрятать. Ну, в случае военного поражения режим Путина закончится. Может быть, не сразу, но я думаю, что ему не простят не чиновники. Прошу прощения. Ему не простят элиты, которые под танками. Ему не простят вот те самые воинствующие такие ура-патриоты, которые увидели, насколько российская армия коррумпирована, что там никаких оружий нет, одни мультики о ракетах. Поэтому этот режим проиграет однозначно. Но у Путина, конечно же, еще остается опция применения ядерного оружия, о чем все сейчас говорят. И, собственно говоря, доктрина безопасности России предполагает использовать это оружие в случае нападения на территорию, которую Россия считает своей. В смысле, режим считает своей. Поэтому такая опция есть. Путин сейчас расчехлил уже ядерные боеголовки и начинает весь мир шантажировать. Мне кажется, уже шантажу никто не будет поддаваться. И Запад достаточно жестко уже заявил и предупредил, что будет жесткий военный ответ. Очень жесткий военный ответ в случае применения такого оружия. То есть это уже никого не останавливает. Ну и мы не знаем вообще, готов ли будет Путин дать такую команду. А самое главное, будут ли эту команду исполнять. Потому что у операторов этих чемоданчиков ядерных, их три, а не один, да? Влад, тоже есть дети. У генералов тоже есть семьи. В конце концов, куда они будут стрелять? В Париж, где дочка Пескова. А в Вашингтон-Нью-Йорк, где дочка Лаврова. Куда они будут стрелять? Поэтому это, на самом деле, достаточно сложная задача. И как только Путин дает команду, но ее не выполняет, он прямо потерял власть сразу через мгновение. Поэтому, конечно, военное поражение ведет к крушению этого режима. Я об этом говорил с самого начала. Этих идиотов наверху тоже предупреждали, что никакого военного решения, проблемы, так сказать, Украины не существует. Дмитрий, спасибо большое. А мы будем ждать хороших новостей от ВСУ и наблюдать за этой картиной, потому что действительно ситуация меняется каждый час. Спасибо вам большое. Дмитрий Гудков, политик и общественный деятель, был на прямом включении телеканала Freedom.